На территории Ярославской области находятся около трех десятков захоронений, где погребены неизвестные воины. Сегодня к каждой могиле возлагали цветы, отдавая дань памяти. Так в России отмечают День неизвестного солдата. В этом году впервые. Это люди, которые оставили свои жизни, защищая родину, частности, землю ярославскую. Это люди, которые прославили себя своим делом, но имя их, к сожалению, утрачено. В Тверицком кладбище сегодня прошла линейка для учеников 46-й и 50-й школ, расположенных поблизости. Детям рассказали о значении новой памятной даты. Нашей школе, которая рядом находится с Тверицким кладбищем, уже 75 лет. Она была открыта до войны и сама является мемориальным объектом. У нас есть музеи, дети это помнят, знают. Они оказывают посильную помощь в уборке, следим за мемориалом данным, с удовольствием участвуют. Для них это важно, близко. Это то место, где они живут. Их родители сюда учились в этой же школе, многие приходили, и они эту работу продолжают. В школах сегодня также прошли классные часы, посвященные Дню неизвестного солдата. Школьники и сами осознают важность этого государственного праздника. Мы пришли сюда, чтобы возложить цветы и почтить память всех погибших. Но главным остается установка имен тех, чьи подвиги нельзя переоценить. В регионе ведется активная работа. Поисковым отрядам удалось установить имена ранее неизвестных летчиков, захороненных в Тутаеве. Они были подбиты над Рыбинском водохранилище и упали, не дотянув немножко буквально до аэродрома. И под Тутаевом в селе Савинское, у села Савинское они упали в лес и все погибли. Местные жители перезахоронили их на сельском кладбище. И благодаря стараниям сельского учителя, детишек, все-таки удалось разыскать имена этих летчиков. Более того, нашли родственников. Поисковая работа в Ярославском крае будет продолжена. Екатерина Бубнова, Георгий Иванов. День в событиях.